Всем привет! Меня зовут Елена. Вы находитесь на канале Али Товары. Сегодня мне нежданчиком пришла, поступила посылочка. Вот, смс-ка поступила. И я решила сходить забрать свою посылочку. Ну и предварительно немножко по пути заснять свою дорогу. Сейчас мы проходим мимо четвертой школы, так называемой. Вот. Также в этой школе присутствует детсад. Вот окна светятся второго этажа. В этом садике сейчас на данный момент находится мой сынишка. Буду снимать не весь свой путь кусочками. Сейчас дойду до остановки, затем сяду на автобус, проеду одну-две остановки и выйду. А точнее одну. Вот. Посылочка. Даже не знаю, что пришло, потому что ту посылку, которую я очень жду, ее только отправили с Алматы вчера. Поэтому она не могла прийти за ночь. И, в общем-то, так думаю, у меня должны были прийти две очень маленьких посылочки. В одной из них должны находиться две кисти, а в другой щетки для снятия пила. И вот я так думаю, что одна из них точно какая-то поступила. Вот иду на почту. Все серо. Время 10 часов утра. Вот. Увела ребенка в сад. Пришла домой. Позавтракала. И решила отправиться пораньше. Так как сегодня мне нужно успеть многое, мне нужно зайти в банк, в обменный пункт, обменять еврики, так как едем в деревню к маме. У моей мамы 20 января день рождения. И вот едем. Здравствуйте. По пути, как обычно, встречаются знакомые люди. Это мы сейчас проходим возле магазина Рассвет. Очень скользко на улице. Очень серо. Настроение такое боевое. Люди сзади оборачиваются на меня, смотрят. Ну, пусть смотрят. Ничего страшного в этом нет. Вот. Уже почти скоро остановка. Ой. Очень-очень скользко. Снимаю свое похождение на телефон. Сейчас мы дойдем до нашей остановочки. Вот она впереди. На этом я завершу, показываю съемку. Как будем подходить к почте, я продолжу. Ну, вот я снова с вами продолжаю свою съемку. Сейчас зайду за этот магазин. И у нас будет наша почта. Почтовое отделение номер 8. Ой-ой-ой. Тут какие-то барханы. Какой-то гололед. Надо как-то это все дело обойти. Почтовое отделение находится в обычной двухэтажке. На первом этаже. Тут очень скользко. Вот машины подъезжают. Надо поторопиться, чтобы не было много народа. Очень-очень скользко. Гололед. Здрасте. Что, геремня? Да. Посылочка мне там должна прийти. С Китая, наверное, не отслеживается у меня тракт номер, но смс-ка поступила сегодня. Киевская, Семь, Казанская. Ну вот, получила я свою посылочку. Посылочка какая-то интересная. Написано, дослать в Костанай. Посылочка. Да, это то, о чем я вам говорила. Это пришли две кисти, которые я так долго ждала. Посылка не отслеживалась. Тракт номер. Новый. Вот у нас в Казахстане дали этой посылочке. Посылочка маленькая. Может быть, сейчас сяду в автобус и сразу ее вскрою. Пакет не вскрывали. Странные вещи. Очень-очень странно. 18 января. Посылочка как-то меня удивила. Первый раз такое получаю. Прикреплена дополнительная бумажка. И на ней написано дослать в Костанай. Но она совсем не особо такая дорогая. Вообще стоила копейки. Оставались на счету денежки. Я решила ее приобрести. Сейчас откроем, посмотрим, что там. Ничего себе. Пакетища для одной-то кисти. И вторая кисть. Пакет пустой. Больше ничего нет. Здесь у нас находится такой Ааа, прикольный. Правда, поломанная. Очень жалко. Я обрадовалась. Первый раз мне приходит такая кисть в таком тубе. Не могу его открыть. Ну, вот тут видно такой вот тубик. Специально для транспортировки, чтобы не повредить кисть. Но, как видите, поврежден наш туб. Ну, сама кисть вроде бы целая. Открыла. Получилось у меня открыть. Кисть у нас идет 3,0. 3,0. 3,0. И она ну, не особо тонкая. На картин еще и сломанная. Ну, печально, конечно же, получить такую посылку. Ну, думаю, можно приклеить. Кисть не особо тонкая. На картинке у продавца нарисована очень-очень тоненькая от пакета у меня. Ну, вот смотрите. по ногтику и наша кисть. Не знаю, куда я их столько беру. Я все время думаю, что они мне очень-очень понадобятся. Но, пока на данный момент рисую и использую я только одну кисть. Ну, вот эту кисть ну, вообще ужасно продавец упаковал. Можно было какой-нибудь придумать. Я не знаю, чехольчик для того, чтобы не повредить именно саму кисть. Ну, пришла она, вот видите, в такой пачечке с QR-кодом. Вот. Ну, давайте на нее посмотрим. У меня уже такие кисти имеются. Именно чем они меня привлекают, это вот этими стразиками. Стразики даже там трясутся. Ну, кисть, видите, какая вся погнутая, кривая, косая. Ну, и она сто процентов ворс вроде бы не лезет. Она сто процентов не выпрямится. Ее придется, наверное, отстричь вот эту часть, чтобы она не мешалась. Ну, хотя посмотрим, может, придумаю какой-нибудь на нее чехольчик, который спушит ее. Вот такая вот у нас сегодня посылочка. Маленькая, незначительная. Слава Богу, что хоть вообще пришли. А то могли бы и вовсе не прийти. Всем пока-пока. Ссылки на этот товар оставлю под видео. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет еще много интересного. Желаю всем удачных покупок. Всем пока-пока.